Приветствую вас дорогие друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов и сайт фокуса от моряка.ру В этом видео я хочу сделать очередной обзор очередной просто шедевр, а не колода просто шедевр Эта колода называется Арканы и эта колода у меня в черном цвете есть в белом цвете мы будем с вами рассматривать сегодня в черном цвете Отдельно хочу поблагодарить Дениса Лаврова за то, что он разрешил снять обзор на эту колоду хотя под этим ником прячется другой человек, но тем не менее имейте ввиду, что спасибо вам большое за то, что вы разрешили сделать этот обзор Ну что ж теперь давайте перейдем и посмотрим, что это за карты такие Ну что ж, друзья давайте посмотрим, что это у нас за карты такие Что же это за такие легендарные Арканы Работа над которыми велась аж целых 5 лет Да-да, вы не ослышались представляете, целых 5 лет разрабатывали одну колоду карт Сколько кропотливой работы было проделано это просто уму непостижимо Но тем не менее получился просто офигенный настоящий шедевр от компании Иллюзионист Ну что ж, давайте посмотрим поближе Итак, хочу сказать сразу, что колода выполнена полностью в темных преобладающих черных тонах На лицевой стороне коробки мы видим такую пиковую масть которая обтянута такими вот письменами, да, такими вот свитками на которых идут такие вот надписи Надписи, к сожалению, расшифровки не поддались, сколько я не бился над ними Вот, поэтому я не знаю что здесь написано А может быть здесь просто написано что-то от Балды Не знаю Здесь вот изображено такое что-то вроде лица Ну, лицо это отдаленно только как бы напоминает Но когда я первый раз это увидел мне это показалось каким-то лицом Дальше, значит, у нас идет сама надпись Арканы То есть Арканы, кто не знает это в картах Таро такие карты, которые обозначают какие-то там подразделы Там есть младшие Арканы есть старшие Арканы Вот, ну и каждая эта карта имеет свое какое-то мистическое значение Ну, вот, собственно, поэтому, наверное как бы воодушевились картами Таро и решили сделать, наверное, вот эту вот колоду Здесь вот у нас видна такая вот типа как змея но это такая как бы оконечность вот этого свитка который вот так вот у нас тут расплетается по всей коробочке То есть коробочка она имеет такой цельный такой вид То есть это если ее разложить распечататься, получится такая цельная картиночка Итак, здесь у нас что написано У нас здесь написано Performance Coating То есть, ну, превосходное покрытие что-то такое Ну, в общем, здесь применено самое лучшее покрытие карт которое было как раз на тот момент И здесь такая вот надпись The Illusionist Playing Card Company Здесь у нас написано Арканы Playing Cards Ну, здесь как обычная эмблема самого Иллюзиониста И вот такая вот прикольная оборотная сторона которая присутствует у нас как раз на рубашке этих карт То есть также здесь идут такие письмена, да с какими-то непонятными рунами И здесь различные такие мистические узоры Ну, такая вот у нас коробочка арканов Ну что ж, давайте мы теперь ее с вами вскроем и поглядим, что у нас там внутри Коробочка у нас внутри беленькая Ничего там внутри не отпечатано Итак, первым делом конечно же, давайте посмотрим А, давайте сначала скажем о том что у нас здесь есть Конечно же, даблбэк карта И у нас здесь есть, конечно же карта рекламная самой компании Иллюзионист Кстати, давайте мы сразу на ней и рассмотрим нашу рубашечку В принципе, то же самое что я вам показывал сейчас на обратной стороне коробки То есть, это вот такие вот мистические узоры по которым идут такие вот руны Точнее, письмена с рунами Здесь вот украшено как будто бы какими-то перьями торчащими во все стороны Ну, в общем скажу честно рубашечка прорисована просто капитально То есть, вообще здесь затемнение здесь засветление здесь вот какие-то маленькие иероглифы здесь какие-то маленькие узорчики Ну, то есть, проработано все просто классно Просто рубашка шикарная ничего не скажешь Так Ну, что же Давайте, как обычно мы начнем с Джокеров и Пикового Туза Итак Джокеров здесь нету Но зато здесь есть вот такое вот мистическое дьявольское создание которое создатели назвали Джокересс Джокересса Джокересса Видите? Джокересса Джокеров тут нету Что здесь изображено? Ну, здесь изображено изображен изображен дьявол, как я понимаю Ну, вот изображен он в таком вот женском обличии Ну, как будто он выползает такой из преисподней и там такой огонь сзади Вот Вот такая вот мифическая у нас сущность с рогами но лицо как мы видим женское фигура женская Здесь, соответственно какой-то такой полукруг с надписью Джокересс Также там какие-то руны идут по кругу Ну, и собственно надпись Арканы Ну, и буквы Джей как обычно на Джокерах То есть эти изображения полностью одинаковые сколько я не смотрел ну, ничего разного что-то я здесь не увидел Вот такие вот у нас Джокеры Туз Пик Туз Пик прикольный Тот же самый который изображен на рубашке Вот, точнее не на рубашке а на коробке на самой на передней стороне То есть здесь у нас идет изображение Пикового Туза Также он обвешан вот этими всякими свитками обкручен с этими с письменами Да Надпись Аркан Пленк Карц Вот такой вот у нас Пиковый Туз Ну что ж давайте теперь посмотрим сами карты Индексы здесь выполнены собственно те же самые двойки тройки то есть шрифты те же самые Единственное что здесь есть такие вот маленькое затемнение то есть видите например двойка прописана не четко полностью а здесь сбоку такой вот тень такая на нее падает Очень кстати прикольно смотрится не знаю через камеру не особо передается но вообще выглядит очень прикольно то есть вот такие вот у нас идут карты то есть изображение мастей у нас здесь не белые а такие светло-серенькие вот такой вот у нас прикольный валет пик то есть обратите внимание здесь также выполнены эти тени и здесь добавлена такая дымка то есть это вообще прям мистицизма классного придает этим картам дамочка король вот пошли у нас красные карты уже это бубновый туз то есть видите как прикольно сделано красное на черном фоне это смотрится такой очень даже мистически и зловеще пошли у нас буби такой у нас валет дамочка король крести пошли то же самое обратите внимание как прикольно прорисована эта дымка прям очень сильно добавляет мистики и опять же обратите внимание руны руны рунические какие-то надписи на королях что здесь вот он здесь идет и вот здесь вот так же идет поэтому по белому полотну вот такие вот карты у нас ну и завершает у нас конечно же черви то же самое дымки затемнение такой мистический туман который окутывает старшие карты да здесь на всех картах хочу сказать добавлены вот эти вот полотна с этими иероглифом с этим шрифтом который напоминает руны ну такие вот у нас сами карты в общем карты прикольные друзья хочу сказать но понятное дело так как они черные края краешки у них конечно же будут со временем стираться и становиться беленькими то есть веерятся они классненько раскладываются все конечно же круто то есть по скольжению они вообще просто офигенские то есть раскладывается все хорошо то есть тасовочки все так же с ними делаются изумительно ну понятное дело карта пока что новая да то есть все делается хорошо рифа шаху хорошие хорошие карты в этом плане друзья мои кому интересны эти карты эти карты как ни крути все таки легендарные и в запросах их часто люди ищут вот ссылки конечно же на проверенные магазины где вы можете спокойно покупать эти карты не боясь быть обманутыми я оставлю в описании к этому видео поэтому друзья если вы хотите взять себе колоду черных карт очень вам рекомендую присмотреться именно карканом ну что ж на связи с вами был Куликов Сергей он же моряк до встречи в следующих видео пока